Поставили диагноз диабет в другом отделении пациентки, которой 90 лет. И у нее сейчас диабетическая начальная ситуация по сахарам. Конечно, это надо дожить до этого возраста. В единственное городское отделение эндокринологии для взрослых доктор Петренко пришла еще в 80-х. И тогда, и сейчас подавляющее количество пациентов с диагнозом сахарный диабет. Терапии на контрасте. Свиные инсулины и многоразовые иглы – прошлый век. Глюкометры, инсулиновые помпы и шприц-ручки – доступные реалии. Сколько стоит прогресс в медицине? Родители, воспитывающие детей с диабетом, а таковых в регионе 350, с прайсом знакомы. Благодаря устройству для мониторинга уровня сахара, пятилетний Саша посещает детский сад. Пусть полдня и без приема пищи, но все же. Замеры проводит сам, знает спокойные цифры. Ноу-хау обходится семье в 10 тысяч ежемесячно. Бесплатно, как федеральные льготники, получают тест-полоски. Правда, с перебоями, а также инсулин. Для деток такого младшего возраста нужно все-таки инсулины, наверное, импортного производства, но никак не рост инсулины. И вот у нас идет такое импортозамещение. То есть это очень такая глобальная проблема, я считаю. Вроде бы со стороны Минздрава никаких нарушений нет по федеральному закону. Но как бы вот то, что вот препараты не были клинически исследованы на детках младшего возраста. В январе маленькому Саше продлили инвалидность до 18 лет, а дальше зыбко. С 1 января 2020 в силу вступил федеральный приказ 585Н, четко регламентирующий критерии признания инвалидности и дающий возрастные градации. При работе с детьми эксперты руководствуются более лояльными требованиями. Со взрослыми сложнее. Лозунг общественных пациентских организаций с сахарным диабетом звучит так, и мне это очень понравилось. Я с этим согласна абсолютно. Люди с сахарным диабетом имеют большую продолжительность жизни, нежели лица, не имеющие заболевания. Потому что уже граждане знают свою проблему. Они знают, что нужно вести здоровый, правильный образ жизни, соблюдать диету. Не имеющий этого заболевания, где-то, может быть, и не контролирует тебя лишний раз. На все вопросы по установлению инвалидности ответят по телефону горячей линии 69-71-00. Не стесняйтесь спрашивать и остерегайтесь подделок. На виртуальных сайтах-однодневках предлагают бесконтактные, то есть не требующие тест-полосок и проколов, глюкометры. Такие новейшие разработки в России действительно есть, но пока мало и дорого. Александр Акимов купился и приобрел китайскую погремушку. Продажа различных аппаратов для поддержания здоровья – это не просто мошенничество, а хорошо отложенный бизнес. У тех, кто приходит вот с такими аппаратами, есть сформированная база данных. И они точно знают, что, например, вот в этой квартире живут пенсионеры. Добрый день. Что там? Здравствуйте. У меня есть аппарат для того, чтобы поддержать ваше здоровье. Интересно вам это? Очень интересно. А как вы его поддерживаете этим аппаратом? Ну, хорошо, что наш герой – человек, не поддающийся и проверяющий различную информацию, но большинство людей все-таки покупаются на различной примочке. Пожалуйста, будьте бдительны. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.